Добрый вечер. Это программа «Опираясь на закон». В ней мы рассказываем о том, как устроена и как работает судебно-правовая система. Сегодня тема нашего эфира – защита прав потребителей. В нашей студии Бахатгуль Баймагамбетова, судья суда номер 2, город Уральск. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать, как обычно, на средства связи на телеэкранах. У вас есть возможность воспользоваться и задать волнующий вас вопрос. Итак, защита прав потребителей. Прежде всего, давайте поговорим о том, сколько дел к вам поступает, сколько дел вы рассмотрели и какого они характера. Чтобы мы имели какое-то более-менее цельное представление. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Действительно, из года в год дела по защитам прав потребителей являются актуальными, поскольку каждый из нас в день по несколько раз приобретает товар, либо использует его. Если обратиться к статистике, то в 2021 году в суд номер 2 города Уральска поступило 102 гражданских иска. Из них рассмотрено с вынесением решений 55 по 19 делам заключенной медиации. За 6 месяцев 2022 года в суд поступило 45 исков, рассмотрено в вынесении решения по 3 делам. По 13 делам споры, оконченные заключением медиативных соглашений. Как правило, те дела, которые уже заканчиваются решением, судебным решением, в чью пользу они, как правило, обращены? Конечно же, суды склонны по каждому делу заключать медиативные соглашения, поскольку при решении суда нет выигрывающей стороны, нет проигрывающей стороны. Но, тем не менее, если так обратиться к нашей статистике, то в большинстве случаев, конечно же, удовлетворение исков идет увеличение в сторону потребителей, нежели предпринимателей. А с чем это связано? Повышается культура потребителя? То есть он успевает, допустим, получить чек, его зафиксировать, зафиксировать, возможно, саму покупку, распаковку, допустим, тех или иных продукций той или иной? Возможно, это связано также и с грамотностью нашего населения. Это во-первых. Во-вторых, это связано также и с некачественным, с недобросовестным товаром, приобретенным и предоставившись свои услуги предпринимателям. Таких фактов много. Хорошо. Но я так понимаю, что судебное разбирательство – это не первая ступень, с которой начинает потребитель. Какая существует здесь цепочка действий потребителя от нарушения того или иного уже до суда? Судом рекламентируется трехступенчатое урегулирование правоотношений, возникших между приобретателями, потребителями и непосредственно с организацией, либо с индивидуальным предпринимателем, оказавшим данные услуги. Первая ступень – это рассмотрение обращения приобретателя непосредственно самим лицом, осуществившим данные услуги. Вторая ступень – это рассмотрение данного обращения уже непосредственно уполномоченным органам в данной области, это Комитетом по защите прав потребителей. И третья ступень – это уже непосредственно рассмотрение данного спора судами Республики Казахстан. То есть уже дела приходят после этих двух предыдущих стадий? В случае, если данный иск поступил в суд в каждом суде, вернее, начнем с того, что в каждом суде имеет судья-медиатор, данная категория дел, прежде чем поступить к суде непосредственно, который будет рассматривать данное дело по существу, судья-медиатор изучает исковое заявление, изучает требования, изучает документы, приложенные к иску, предусмотренное законом трехступенчатое досудебное урегулирование спора. И в случае, если действительно имеются все вот эти вот обращения, как к лицу предоставившему данной услуге, либо к продавцу, как обращение Комитет по защите прав потребителей, только лишь после этого суд данный иск принимает в производство своего суда. И по делу уже производятся все непосредственно судебные мероприятия. То есть, прежде всего, все начинается с медиации, с попытки урегулировать, так будем говорить, мирным путем ситуацию? Да. Дело в том, что я также являлась судья-медиатором. По делам данной категории мной также утверждались медиативные соглашения. Допустим, были такие случаи, когда женщина заказала изготовление пластикового окна, были сторонами оговорены по общей стоимости этих услуг, была внесена предоплата. Однако, в установленное время, исполнитель не пришел, каким-то образом скрылся, откладывал свой визит непосредственно к заказчику. И, не дождавшись своего окна, естественно, истец обратился в суд после всех вот этих мероприятий. Но при проведении медиативных мероприятий было доведено ответчикам то, что у него отсутствовал материал для изготовления данного окна, была заключена медиация на условиях того, что внесенная предоплата была возвращена заказчику, и на этом спор был урегулирован. А в целом, от чего зависит успешная медиация в таких вопросах? Успешная медиация, с чего зависит. Наверное, все-таки и от самих сторон, насколько они настроены, и для чего они настроены, их цель – обращение в суд. И все-таки, наверное, профессионализм и убеждения со стороны медиатора. Наверное, вот эти вот... Спокойство найти в каждой, скажем так, для каждого участника. Конечно. Если медиатор разговаривает с человеком, который не хочет тебя слышать, не желает тебя слышать, то это все пустая трата времени. Потому что все-таки медиация, она настроена не только для того, чтобы и быстрее окончить судебное задание, не столько для этого, сколько для того, чтобы все-таки люди помирились, не затягивали свое время, не тратили свои нервы, свое здоровье. И все-таки для того, чтобы быстрее все это урегулировать. Да, минимизировать, скажем так, ущерб для всех сторон. Хорошо. Вот еще важной составляющей частью защиты прав потребителей уже в судебных разбирательствах является экспертиза, как основа проверки того, что было ли допущено нарушение. Вот как работает процесс экспертизы? От чего это зависит? От кого? Кто оплачивает? И так далее. Ну, в ходе судебного заседания, если действительно будет установлено, что имеются какие-то существенные нарушения, судья, так же, как и обычный обыватель, не имеет, скажем так, профессионального технического образования. Поэтому прибегает к услугам наших экспертов-специалистов. Данная экспертиза, она назначается в ходе судебного заседания. Назначается она в первом случае по ходатайству от какой-либо из стороны. То есть, действительно, если естественно говорит, хорошо, давайте назначим подделную экспертизу. Естественно, данное ходатайство, уйдя в совещательную комнату судом, она разрешается. Ставятся определенные вопросы перед экспертом для того, чтобы получить ответ полный и достоверный. И эти все расходы, которые будут понесены экспертом, они при... после... вернее... расходы данные возлагаются на сторону заявившего данное ходатайство. В случае, если уже экспертиза назначается по инициативе суда, тогда эти расходы возлагаются уже по решению суда, то есть по вынесению судебного акта по существу данного спора. От правоты уже будет зависеть. Да. От правленного участника. Вот еще тоже вопрос такой. Существует отчасти миф о том, как устроен сам судебный процесс, потому что очень многие граждане побаиваются уже доводить дело до судебного рассмотрения, потому что считают, что это займет огромное количество времени, сил, денег на адвокатов и так далее. Вот в целом, как выглядит судебный процесс по разбирательствам защиты прав потребителей? Насколько это растягивается на долгий срок и так далее? Вы знаете, наверное, законодатель не зря предусмотрел эту трехступенчатую ступень урегулирования спора. Все-таки законодателям предоставляется поставщику возможность досудебного урегулирования спора. Все-таки решить это без суда. Отчасти те люди, которые уже обращаются в суд с иском о защите, о замене товара, о взыскании морального вреда, о взыскании устойки, о взыскании убытков, отчасти это уже отчаявшиеся люди, которые пришли получить какую-то справедливость от имени уже суда. Поэтому судами, конечно же, мы стараемся рассмотреть данные дела объективно, всесторонне и, несмотря ни на что, вынести законное и обоснованное решение. Примерно сроки, каковы сроки стандартного рассмотрения дела? Срок рассмотрения стандартного дела со дня принятия исков производства суда 20 рабочих дней – это время для проведения подготовки по делу. То есть за это время как судом, так и сторонами предоставляются и изыскиваются все доказательства в обосновании доводов. По данной категории дел, как истец, истец, вернее, в своем исковом заявлении указывает на обоснованность своих исковых требований, указывает о недобросовести, некачественности, некачественного товара, но в то же время законодателям время доказывания возлагает на поставщика. И поставщик, в свою очередь, обязан предоставить суду все документы о том, что им был реализован, либо услуги предоставлены в полном объеме, и каких-либо недостатков они не имеют. После проведения данных всех мероприятий подготовительных судом назначается дело по существу, и срок рассмотрения данного дела два месяца, по окончанию которого выносятся либо судебные акты в виде решения суда, либо по окончанию судебного седания стороны также имеют право заключить медиативное соглашение. Итак, мы затронули отчасти те дела по искам о защите прав потребителей. Вот если их суммировать, каковы основные нарушения прав потребителей в них имеются? Вот наиболее, возможно, популярные, скажем так, проблемы, связанные с нарушением прав потребителей? Ну, обзор судебной практики, в принципе, показывает, что наиболее большое количество рассмотренных дел это связано с потребителем некачественного товара для личных нужд, изготовлением пластиковых окон, изготовлением дверей, некачественное указание услуг. Как правило, услуги, ну и бытовые товары. Услуги бытовые, в основном у нас бытовые товары. Тоже очень часто возникает вопрос о стоимости, опять же, услуг, либо товара. Как правило, так ли это? В суд обращаются, когда интересы затрагивают, ну уже, скажем так, нарушения, связанные с большими тратами. То есть, либо товар стоит большую сумму, либо услуги имеют, да, существенный такой экономический вес. И поэтому человек идет до конца, будем так говорить. Вот так ли это? Или все-таки у вас есть совершенно разные варианты? Вы знаете, у нас, не скажу, что все это зависит от цены. Я же говорю, это все зависит от само обращение в суд, зависит от самого человека, от той цели, на что он настроен. Недавно, скажем, в этом году, да, в этом году, судом номер 2 города Уральска был рассмотрен иск одного потребителя. Этот человек сходил в магазин, купил орехи на стоимость 696 тенге. Выявил, что эти орехи, в них имелись посторонние насекомые. Обратился в суд. И данный иск был удовлетворен. То есть, он уже прошел все ступени и ничего не помогло? Он прошел все ступени. У него отсутствовал фискальный чек, однако же. У него имелся целлофановый пакет, в котором были упакованы эти орехи, в котором был штрих-код этого магазина, стоимость этого магазина. Он направил письмо-претензию. Этому продавцу, продавец перед ним закрыл двери. Это все было зафиксировано на видеокамеру. Он направил также претензию через КАЗ-почту. Все имеется. Также отправил комитет по защите прав подвели. Все эти стадии он прошел. И тем не менее, предприниматель не открыл дверь и не выслушал его. Хотя, что там говорить? Стоимость товара всего лишь 700 тенге. И то до 700 тенге не хватало 4 тенге. Но тем не менее, он обратился в суд. В суде была заключена медиа. Нет, подождите, в суде был иск удовлетворен. Взыскана эта сумма. И сумма была... Был заявлен иск о взыскании морального вреда на сумму 10 тысяч тенге. Естественно, эта сумма была уменьшена. Был взыскан компенсация в качестве морального вреда, понесенные эти расходы за покупку товара. И данное решение суда прошло апелляционное обжалование, оставленное без изменения. А вот взыскание морального ущерба, морального вреда часто идет вместе с рассмотрением дела о защите прав потребителей? Возмещение компенсации морального вреда предусмотрено уже самим законом о защите прав потребителей. Какие-то основания должны быть? Вот в вашем примере, захлопнули дверь перед человеком, возможно, были какие-то оскорбления. Ну, возможно, я имею в виду. То есть должны основания быть какие-то? Или же просто, естественно, человек, у которого нарушили право, он может, в принципе, обратиться с этим? Сам факт предоставления некачественных услуг, сам факт предоставления некачественного товара, это уже основа для взыскания морального вреда, поскольку самой организации, самим ИП, были предоставлены некачественные услуги. Поэтому оно уже само собой предполагает... Все равно идет вместе параллельно. Да, само предполагает уже возмещение морального вреда. Вот тоже важный момент, связанный с чеком, с официальным подтверждением того, что товар действительно был приобретен, и он прошел транзакцию некую. Вот наличие чека всегда будет, скажем так, если, допустим, все-таки, вот как в вашем примере, у человека нет чека, он может надеяться на успешный исход дела? Вот в данном случае у человека тоже отсутствовал фискальный чек, но у него в телефоне имелся подтверждение, что он через Каспи-приложение оплатил данный товар. Имелся целлофан, про который я говорила, в котором указан вот этот вот... Упаковка либо целлофан? Вот, да. Также то, что он действительно обращался к продавцу, все это зафиксировано на видеокамеру, он все зафиксирует, как он идет, как он вручает, как перед ним дверь закрывается, как ему отказывают в получении этого претензионного письма. Это все видеофиксация также является одним из доказательств при рассмотрении... Вот вы уже принимаете, тоже абсолютно... Да, на категории, да, конечно. Куда суд денется? Действительно оно подтверждается, действительно все эти доказательства имеются. Ну вот мы сейчас говорим вот о такой уже старой форме взаимодействия продавца и потребителя, у нас еще есть электронная торговля, у нас есть огромное количество торговых ресурсов в интернете, и здесь ситуация, как мне кажется, намного хуже выглядит, потому что уже сложно проследить нахождение продавца и компании и так далее. Потом много фактов мошеннических, схем мы тоже, да, с этим имеем дело. Вот как здесь обстоит ситуация, когда к вам обращаются именно с нарушениями в сфере интернет-торговли? В сфере интернет-торговли, конечно же, это и для нас тоже создает некую проблему. Это связано уже с исполнением судебного акта. Почему? Потому что в основном сейчас эти интернет-ресурсы, они расположены во всех странах мира, поэтому само исполнение, оно для нас создает некую, скажем так, волокиту. То есть какого-то взаимодействия с другой страной, да, зарубежной страной часто бывает, практически не существует? Ну, очень тяжело. Почему? Потому что по согласию Минск-конвенции, в случае, допустим, с Россией по Wildberries, по данной категории дела при направлении судебного акта для исполнения на территорию Российской Федерации суд Республики Казахстан обязан направить обязательно письменное уведомление и письменное извещение о том, что этот поставщик надлежащим образом был извещен о судебных наших заседаниях. Был надлежащим образом вручен ему судебный акт. Но дело в том, что Республика Казахстан идет намного дальше, нежели Российская Федерация. Все наши судебные заседания мы проводим с применением аудио-видео фиксации. Российская Федерация же, напротив, у них идет сфиксирование судебных заседаний письменно с помощью секретарей судебных заседаний. Вот с вот этой вот нестыковкой у нас, конечно же, проблемы. Ну, наверное, еще и разные законодательства, да? То есть разные законы или... Ну, законы, они друг друга аналогичны. Они где-то перекликаются друг с другом. Ну, вот само я же говорю, мы судебные заседания проводим по WhatsApp, путем видеоконференц-связи. В Российской Федерации такое не предусмотрено. Там так же, как и раньше, человек должен прийти в судебное заседание... Физически, скажем так. Да, должен прийти в судебное заседание и участвовать самим. У нас же мы направляем извещение, у нас уже практически нет судебных повесток. Мы отправляем извещение на мобильный телефон, и таким образом он считается уже информированным, извещенным о назначенных судебных заседаниях. Ну, у нас, вот в вашей практике есть успешный кейс по защите прав потребителей в интернет-сфере? Когда потребителю удалось добиться справедливости, получить деньги назад или просто, скажем так, дело было рассмотрено в пользу человека? Конечно же, конечно же. Я не скажу, что мы односторонне как-то рассмотрим. Нет, каждое дело, оно требует объективности, требует тщательного рассмотрения. Поэтому сказать, что непосредственно или много предпринимателей недобросовестных, либо, скажем так, потребителей недобросовестных, тоже такое нельзя сказать. Но в большинстве случаев, конечно же, я, как и вначале говорила, конечно же, в большей части степени иски удовлетворяются в пользу потребителей. Но это также должно и подсёгивать и наших поставщиков, наших продавцов. То есть даже если у какого-то гражданина случилась проблема, ему привезли не тот товар, он заказывал через интернет какой-то ресурс, то это не значит, что уже нет смысла обращаться в суд? Нет, вы знаете, у меня было такое дело, Квайл Беррис, мужчина заказал, нет, женщина заказала леггинсы для своего ребёнка, леггинсы оказались немного меньше. Они, получается, в щиколотки не прошли. Мы созвонились, да, они сказали, мы отправим, и оговорили свои сроки, на этом была заключена медиация. То есть вопрос о том, насколько тот или иной ресурс работает честно? Да, вы знаете, в принципе, наши предприниматели, они сейчас тоже молодцы. Они для того, чтобы не доводить это до суда, в большинстве случаев, когда приходит иск в суд, поступает иск в суд, они на этой стадии всё-таки заключают медиацию, потому что они не хотят, как они и говорят... Это вред для бренда, конечно, репутационный вред. Да, 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 не хотят портить свою репутацию. В большинстве случаев так. Вот вновь, да, возвращаясь к судебным заседаниям и в целом к рассмотрению подобных дел, вот потребителю, какие для него есть возможности в плане найма адвокатов или юристов, есть ли какие-то для преференции, или ему только рассчитывать на свои силы? Законодательство Рисулии Казахстан, в данном случае гражданско-патитуальным законодательством, предусмотрена бесплатная помощь адвоката лишь инвалидам, первой, второй, третьей группы, ветеранам Великой Отечественной войны, а также пенсионерам. Все другие лица, они на обычной основе вправе обратиться за консультацией либо к адвокату, который будет его сопровождать до вынесения судебного акта, либо обратиться к консультантам, оказывающим также квалификационную юридическую помощь. То есть, получается, законно предусмотрена определенная категория лиц, которым предусмотрена бесплатная помощь, все другие идут на обычной основе, как коллеги адвокатов, так и в палату консультантов юридических. Я понимаю, что местный департамент по защите прав потребителей, он, наверное, тоже какие-то оказывают услуги хотя бы юридического какого-то характера. Хотя бы направить человеку. Да, комитет по защите прав потребителей, они, конечно же, принимают все эти обращения, проводят беседы, прежде чем все-таки поставить какую-то точку, поскольку у них также имеются там и медиаторы, и все такое, досудебное регулирование имею в виду. В случае уже недостижения, тогда они уже обращаются в суд. Но, как правило, наш комитет, наше управление комитета по защите прав потребителей принимают максимальные меры в пользу потребителей, защищая их интересы. Вот еще вопрос, который тоже часто возникает в подобных делах. Это вопрос гарантийного срока, когда он заканчивается, на какие виды товаров он существует. Вот здесь тоже проясните картину, от чего зависит вопрос гарантийного срока. В случае, если на товаре указан срок его годности, то потребитель имеет право обратиться в пределах данного срока годности. В случае, если указан гарантийный срок, также он имеет право предоставить свои претензии в течение данного гарантийного срока. Если же данный срок не указан по какой-то причине, то в случае использования данного товара потребитель имеет право обратиться в суд в течение трех лет. Но также законом о защите прав потребителей предусмотрен и другой срок, это 14 дней для замены товара. В случае, если не подошел товар, допустим, мама купила для ребенка, который не подошел ему, она имеет право в течение 14 дней обратиться за замену этого товара, аналогичного товара, либо на эту сумму приобрести какой-то другой товар. Часто гарантийные сроки, они бывают довольно малые. Это все-таки, может такое быть, что изначально гарантийный срок установлен неверно? Или это все только уже на ответственности предприятия, которое изготовило товар, или на ответственности, скажем так, в сфере ответственности магазина самого? Вот здесь, как этот вопрос решается? В случае, если заводам-изготовителям указан определенный срок, допустим, 3 года, допустим, 3 года, продавец же, его перепродающий данный товар, не вправе данный закон усекать, то есть уменьшать. Данный срок как предоставлен, так он должен начинать течь с момента передачи товара покупателю. Потом мы, наверное, не успели обсудить, когда есть, скажем, товар, который имеет за собой комплектующие определенные. То есть у нас есть какое-то основное изделие и к нему комплектующие. Там разные гарантийные сроки. Вот в этом случае как вопрос решается? В принципе, это предусмотрено законом о защите потребителей. В случае, если у комплектующих какого-то изделия гарантийный срок указан меньше, чем срок самого общего товара, то, естественно, гарантийный срок полностью на все комплектующие, на весь товар, на него распространяется гарантийный срок как на общий товар. То есть это общее правило? Общее правило. В случае, если потребитель заменил свой товар, то данный гарантийный срок начинает течь с самого начала, с момента предоставления другого ему товара. Хорошо. Наша программа уже постепенно подходит к завершению. У нас остается буквально три минуты. Вот, наверное, финальный отчасти вопрос – это, возможно, советы, которые можно дать потребителям, в то же время, наверное, и бизнесменам, предприятиям и так далее. Вот как им так приобрести товар, чтобы в случае какой-то проблемы они могли успешно защитить свои права? То есть здесь нужно накапливать фактологическую базу, то есть обязательно чек, обязательно фотографии. Вот что можно посоветовать, скажем так, чтобы в итоге, если что-то случится, человек был максимально защищен? Ну, наверное, все-таки при покупке товара я рекомендую каждому из нас читать название товара, его комплектующие, из чего оно сделано, как за ним ухаживать. В случае, если приобретается, конечно, товар с высокой ценой, все-таки оставлять при себе чек и использовать данный товар по назначению. В случае, если действительно данный товар выбыл из строя, что-то в нем сломалось, то не мешкая, не откладывая на завтра, послезавтра, идти к продавцу и высказывать все свои вот эти вот недовольства. Поскольку законом усеченные сроки по защите прав потребителей. Завтра, послезавтра – это не то. Все время работает против уже в этом случае. Ну, я так понимаю, что вам приходится часто сталкиваться с тем, что доказательная база слишком слабая, потому что, допустим, человек сам осуществил, возможно, перевозку товара, ну и так далее. Да, у нас был такой случай. Человек пришел в магазин, приобрел товар. На видеокамеру было зафиксировано, что товар при нем посмотрели, телевизор прекрасно работал, все нормально. Но единственное, что сам покупатель сказал, я сам доставлю до своего дома, до своей квартиры данный товар. Но однако же, каким-то образом, видимо, в период поездки что-то произошло, какой-то стук или ударился данный телевизор. Уже при поступлении, при эксплуатации выявилось, что матрица телевизора, матрица экрана, да, она выбыла из строя, и она не подлежала замене. Не подлежала ремонту. Не подлежала ремонту. И уже в ходе судебного заседания была вот эта вот просматривана видеосвязь, что действительно телевизор работал. Но приобретатель никаких претензий не имел. Однако же, видите, из-за того, что он некачественный, да, неаккуратно привез телевизор в свой дом. Эфирное время, да, уже у нас вышло. Я вас благодарю за этот разговор. Много важных моментов нам удалось обсудить, даже предоставить советы нашим телезрителям. Вновь огромная благодарность вам. Это была программа «Опираясь на закон». Сегодня мы обсуждали сферу защиты прав потребителей. Спасибо, что были с нами. До следующей встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова